Мы рассмотрим приложение Bazaart, фоторедактор, открываем его, попадаем на главную страницу. Здесь мы видим шаблончики, внизу видим три вкладки, шаблоны, данная страница, плюсик, это мы будем добавлять разные эффекты и фотографии, и проекты. Здесь то, что мы делали в последний раз. Шаблонов здесь немного, но можно взять любой из шаблонов и изменить его практически до нежного количества. Давайте выберем какой-нибудь шаблончик и на его примере рассмотрим все инструменты данной программы для фотографий. Итак, мы открыли шаблончик, сразу же нам предлагается поменять фотографию. Нажимаем на этот кружочек с плюсиком, выбираем фотографию на своем телефоне. Она встала под рамочку и мы можем ее здесь регулировать, поставить так, как нам нужно. Если нам все нравится, соглашаемся. Теперь можем заменить фотографию фона. Можем нажать на плюсик. И у нас здесь есть инструменты, мы можем выбрать также фотографию с нашего телефона, но есть очень хороший инструмент, называется сток. Это поиск фотографий в интернете. Здесь мы набираем, например, я набираю осень, набираю на английском, потому что на английском больше вариантов выберет. И вот у нас фотографию с осенью. Можно выбрать какую-нибудь фотографию, которая нам нравится для фона. Мне нравится вот эта фотография. Как видите, она встала поверх, но мы идем за инструменты позиция и нажимаем несколько раз вниз. Как видите, она встала на самом низе, на фон. Растягиваем ее в карте. Соглашаемся. Теперь выделим эту фотографию нежную. И есть еще очень хороший инструмент для редактирования фотографий. Заходим во вкладку коррекция. Здесь очень много инструментов. Они стандартные для приложения для редактирования фото, экспозиция, контрастный, сэщен и так далее. Мы идем в полочку размытия и слегка делаем фотографию репеттой. Фотография уходит соглашается. Теперь мы можем редактировать текст. Для этого мы нажимаем два раза. Попадаем в такую вкладку. Во-первых, можем поменять цвет этого текста. И можем выбрать шрифты. Как видим, вверху здесь разные вкладки со шрифтами. Разнообразные. И просто можем попробовать разные шрифты. Выбираем, какой нам больше понравится. Например, вот такой. Заглашаемся. Если нам не нравится, вверху есть вкладочка стрелочка вернуть назад. Возвращаемся назад. Получился такой шрифт. Я все-таки поменяю цвет. И пусть он остается таким. Теперь у нас есть еще, когда мы нажимаем плюсик, есть здесь эффекты. Вверху также огромная галерея эффектов. И в каждой вкладке есть четыре бесплатных эффекта. Если интересуют, вот здесь светки. Винтаж добавляет точечки на фотографии, как бы состаривает фотографии. Ну, в нашем случае можно оставить вот здесь интересные есть гирлянды, блестки. Вот такие интересные блестки. Ну, мы оставим без эффектов. В нашем случае это больше подходит. И еще в этой вкладке есть плюсик. Есть очень хорошая вкладочка, называется графика. Здесь огромный выбор так называемых стикеров. Вверху тоже огромная панель меню. Можно выбирать по тематикам. И мне здесь понравилось осеннее. Первые четыре бесплатные. Возьмем осенний лист. И положим его сверху на фотографии. И этот же листок мы можем еще откорректировать. Заходим в коррекцию. И возьмем насыщенность. Я его сделаю более насыщенным. И он будет подходить под фон нашей фотографии. Таким образом. Ну, в общем, таким образом. Еще, ребята, здесь есть очень много инструментов, с которыми вы можете также самостоятельно разобраться. Еще у меня есть отдельное видео, как удалять фон в этом же приложении. Я еще хочу показать коррекцию. Контур. Инструмент контур. Если необходимо, можно делать обводку. Ну, не знаю. Смотрите. 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 Вот такую-никую обводку на листочке. Тень предмета. Ну, в нашем случае. Я не знаю. Вот, например, в тени мы можем выбрать ее в контраст. Ее расстояние от объекта. Угол. Это в какую сторону будет падать тень. Размытие тень более такая размытая, почти незаметная. Либо очень контрастная такая. И также цвет тени. Ну, в данном случае, рыжий цвет, например. Ну, не очень. Вернем обратно. Вот. Если нам эта тень не нужна, нажимаем с него стрелочку. Оставляем так. Ну, вот. Мы поработали над фотографиями. Рассмотрели самые основные инструменты. Как видите, здесь изучать и изучать. Здесь очень много всего интересного. Прозрачность. Можем делать заднее. Несмотря что у нас выпили. На данном случае, в этом интернете. Можем сделать его прозрачным. Для того, чтобы сохранить фотографию, нажимаем вверху стрелочку вниз. И сохраняем. Сохраняется, к сожалению, с водяным знаком. Бесплатная версия. Открыть. Посмотреть, что у нас получилось. Вот. Видите, внизу есть надпись «Базар». Ну, это уже сами решайте. Покупать вам это приложение и пользоваться бесплатной его версией. Ну, что ж, я буду видео заканчивать. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok